Из НР Арл Харгастар, Пазан Анджелор За моей спиной, дорогие друзья, находится озеро Улух-Кёль Это озеро в пределах Усть-Абаканского района Располагается, ну где-то, наверное, если напрямую, то километрах в 40-50 от города Черногорск Само название Улух-Кёль уже вызывает вопрос Улуха это буквально великий, большой И, скорее всего, озеро так названо, конечно же, не из-за собственной огромной величины Оно, в общем-то, не очень значительная, протяженность береговой линии 5, ну примерно на 2 километра Не из-за глубины, нырнуть в прохладную, так сказать, глубины вам здесь не удастся Средняя глубина озера метр-метр двадцать Но, скорее всего, из-за все-таки обширной поверхности Дело в том, что, конечно же, Улух великий, это величина в том числе и сравнительная А рядышком у нас небольшие озерца есть Там Усть-Кёль, это буквально три озера Еще ряд, около десятка малых озер По сравнению с которыми, конечно же, Улух-Кёль по-настоящему великое озеро И здесь в пределах, сложно мне сказать, какая именно эта степь Потому что в некоторых источниках ее называют Камызякской степью В некоторых Салбыкской степью, в некоторых Карасухской, ну и так далее Но, тем не менее, в пределах южной окраины заповедника Хакасский Находится озеро Улух-Кёль Примерно половина его акватории это заповедник Хакасский Ну а половина, собственно говоря, обычная территория, которая используется отдыхающими В чем ценность озера Улух-Кёль? Прежде всего, конечно же, это шикарная совершенно вода Это горько-соленое озеро, бесточное Ну и, соответственно, учитывая, что оно еще питается и подземными водами Грунтовыми, которые скапливаются после дождей, допустим Оно в период дождей чуточку становится более полноводным Потом его полноводность снижается Береговая кромка уменьшается Вот, озеро как бы съеживается И, конечно же, это грязи Различные грязи, в основном сульфидной основой Лечебные, голубые глины, чего тут только нет Крайне хорошая вещь для любителей грязелечения Ну и, конечно же, несомненно, такой изюминкой данного места является то Что это орнитологическая территория Особо охраняемая, хорошего, крепкого международного статуса, дорогие друзья Потому что Улух-Кёль это то самое место, где останавливаются перелетные птицы В общей сложности будет скопление разных птиц Численностью 5-8 тысяч особей Представляете себе, да? Вот, в весеннее время, и это общеизвестно И уже некоторые любители визуального туризма сюда приезжают И наблюдают лебедей до трех тысяч особей скапливаются Их здесь в период перелетов на севера, так сказать, в сторону Гнездови Вот, так что это озеро во всех смыслах крайне интересное Здесь можно искупаться, можно полечиться Можно наполнить свой взор удовольствием от наблюдений за птицами Ну и, конечно же, послушать его величество природу Не говоря уже о том, что озеро находится буквально в шаговой доступности О знаменитых Салабыгских курганах Так что, дорогие друзья, прошу любить и жаловать Еще одна достопримечательность нашей прекрасной Хакасии Озеро Улых-Кёль Одна из жемчужин, с моей точки зрения, вот, нашего наследия Нашего достояния, природного, прежде всего, конечно же На этом я завершу и, возможно, так сказать, воспользуюсь собственными же советами На предмет отдыха Аннамжахтар, Амрхасх До свидания, дорогие друзья, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok